В эфире Вести Алтай Агробизнес. Здравствуйте, в студии Дмитрий Клишин с новостями агропромышленной сферы нашего региона. Весенние, жаркие, твои. Дискуссии российских аграриев с властью на Кубани в рамках Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Алтайский опыт сельхозкоопераций распространят на всю страну. Примечательно, что алтайские кооператоры хотят повторить успех артелей времен Столыпинской аграрной реформы. Алтайский металл уже пашет немецкую землю. Наша сельхозтехника благополучно добралась до Германии. И на сладкое новый рекорд. В этом сезоне на Алтае сварили 133 тысячи тонн сахара. Подробнее обо всем этом прямо сейчас. Делегация аграриев Алтайского края вернулась со Всероссийского форума сельхозпроизводителей. Наш регион на Кубани представляли фермеры, сельхозкооператоры, работники предприятий мясной и молочной отрасли. По словам участников мероприятия, волнующие крестьян вопросы удалось задать в ходе прямого диалога. И получить на них конкретные ответы. Приоритетом работы властей станет господдержка экспорта российских продуктов и сельхозтехники, ужесточение контроля качества и борьба с фальсификатом на внутреннем рынке. И вместе с тем увеличение поддержки фермеров, сельхозкооперативов и комплексный подход к развитию сельских территорий. Последние два направления планируют развивать на опыте Алтайского края. В нашем регионе признан успешным пилотный проект по развитию сельхозкооперации, выросшая из краевой. Федеральная программа устойчивого развития сельских территорий накануне признана самой эффективной из ныне действующих. Предложение правительства сэкономить на этой программе на форуме стало решением о расширении финансирования. Для нашего края это означает увеличение темпов газификации, строительства водопроводов и сельского жилья. Государственная программа, которая реализуется с 2003 года, доказала свою эффективность в первую очередь тем, что на один рубль государственной поддержки привлекается почти полтора рубля внебюджетных средств. Я осмелюсь обратиться к вам и попросить найти возможности и выделить дополнительные средства, необходимые для обеспечения социальной инфраструктуры. Эта программа очень важна как с человеческой точки зрения, так и с точки зрения развития производственного потенциала села. Четко и ясно было озвучено, что программа эта останется, и не просто она останется, а на ее финансирование будут найдены дополнительные еще ресурсы. И мы уже себе там застолбили определенное направление. Напомню, наш регион в числе первых пяти территорий страны вошел в пилотный проект по развитию сельхозкооперации под патронажем федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства. Как эта система работает на Алтае, с этого фильма в Краснодаре начиналась встреча с президентом российских аграриев. Форум начался с того, что показывали фильм, я бы немножко сам удивлен, именно, который вы снимали в Алтайском крае развития сельхозкооперации и малые формы хозяйства. Минсельхоз страны запустил проект «Кооператор», чтобы делиться передовым опытом. Работу алтайских аграриев изучают, чтобы внедрять по всей стране. А они, в свою очередь, примером для подражания считают легендарные сельхозартели, которые работали на Алтае сто лет назад. Воздушная мука для теста, свежий фарш, в который вместе с солью вмешивают толченый лед и сразу на мороз. Это классический рецепт сибирских пельменей. Так делали деды, прадеды и прапрадеды жителей Черышского района. Работали, сообщали, пили много, чтобы всем хватило. Так делают и сейчас в этом смысле. За последние сто лет здесь мало что изменилось. Забойщик Фёдор Парамонов теперь член сельхозкооператива. Вступил, устав терпеть ценовой диктат перекупщиков, которые забирали львиную долю разницы между магазиной и закупочной ценой продуктов. Мелкие фермеры и владельцы личных подворья объединились, чтобы совместно производить и продавать свежее мясо, натуральное молоко, деревенское масло и сыр. В корпоративе я работаю уже три года. Получается, с самого начала. Что изменилось? Ну, изменилось. Работа стала лучше. Появилась уверенность в завтрашнем дне, что будет эта работа. Колбасный цех на окраине Барнаула тоже пайщик кооператива. Получает натуральное сырье, поставляет качественную продукцию. Она действительно, если делается по ГОСТу из сырья, хорошего сырья из мяса, она напоминает вкус детства, как раньше была колбаса. Сырье к нам заходит с кооператива, с бойни, натуральное, потому что оно выращено в деревне. Мясо не хранится на складах у нас. Делается все, вся продукция производится из свежего мяса. Продуктов кооператив производит не меньше предприятий-гигантов, но результат получает сложением труда множество мелких пайщиков. При этом каждый из них в кооперативе трудится свободно и самостоятельно. На подворье Акимовых 70 крупнорогатых голов получили грант на развитие личного подсобного хозяйства для начинающих фермеров в размере 3 миллионов рублей. И к 30 своим прибавили еще 38 купленных нетелей. Да я вообще хочу сказать большое спасибо кооперативу. Я вот прям не знаю, если бы не они, мы бы не смогли сено вывезти в этом году, потому что они нам помогли, чтобы выделили средства. И, как говорится, ну вообще вот когда нужна, они нам помогают. То есть вы довольны, да? Довольны, очень прям довольны. Молочный обрат для питания телят, зерновые корма, горючее по сниженным ценам и дополнительная ежеквартальная выплата – это то, что отличает пайщика кооператива от обычного сдатчика продукции. Чтобы попасть в его ряды, надо как минимум 3 месяца поставлять продукцию, без единого нарекания из лаборатории. Качество молока на жир, на белок, на плотность, на кислотность, на воду. Молоко качественное, хорошее, с покупаемым населением. Сейчас в сельхозкооперативе 101 пайщик. Помимо родного Чурыжского, молоко на переработку везут из соседних Красногорского и Шипуновского районов. С подворьей на молокоприемный пункт каждое утро отправляется 6 молоковозов. Ежедневно эти машины проделывают путь в 200 километров, собирая молоко от населения членов кооператива. Сейчас зимой, когда надои не очень большие, они принимают в среднем по 6 тонн молока. Однако летом, в период так называемого молочного изобилия, они способны принять свыше 30 тонн этой полезной продукции. В летнем молоке с алтайских предгорий больше белка. Это отличное сырье для сыра. Зато зимнее идеально для густых сливок. Переработчики вступают в кооператив целыми предприятиями. На Чурыжском маслосырзаводе провели модернизацию, чтобы приблизить продукцию к идеалу столетней давности. Мы ориентировались на кооперативы прошлого века, которые были на территории нашего края. Мы успешно работали и реализовывали свою продукцию на экспорт в западные страны. Председатель кооператива, кандидат экономических наук Максим Кочев специально изучал историю сельхозкооперации на Алтае. Мощные артели появились на волне Столыпинской аграрной реформы и уцелели после революции. Это подлинные архивные фото алтайских кооператоров. Один из самых успешных – Аггей Антонов. В родном селе Старая Борда в 1912 году его кооператив на выручку построил первую в Сибири гидроэлектростанцию, провел телефон, в народном доме открыл кинотеатр и даже снял на кинопленку первый в истории региона учебный фильм «Разные способы доения коров». Начав ремонт маслосырзавода, современные кооператоры узнали, что он построен на месте маслобойни легендарной артели. Сегодня государство готово помогать. Государство выделяет немалые деньги именно на вопросы развития по сельскохозяйственным потребностям кооперации. И на сегодня у нас 49 сельскохозяйственных потребностей кооперативов. В том числе только за два года, уже за прошлый год и за этот год, 11 новых зарегистрированных. В этом году семь. Кооператив «Черыш Агропродукт» вопрос развития тоже решил при помощи государства. По госпрограмме оснащения материально-технической базой кооперативов он выиграл грант в 10 миллионов рублей. Добавив к ним 40% собственных сбережений, купил танки-охладители молока, расширил парк машин-молоковозов. По договоренностям с предприятием-переработчиком, куда мы возим молоко, у нас сыр качественный. Соответственно, этот сыр, как правило, не востребован в сетях. Потому что в сетях востребован другой продукт. Та продукция, которая на прилавках сетей, она стоит столько же, сколько продукция, которая лежит в обычных магазинах, но она уже имеет под собой совсем другой качественный состав, чем наш. А вот у нас путь до прилавка, он короче и он менее затратенный. Поэтому мы, собственно, дешевле даже, даже дешевле, чем продукты в сетях. Как дешево продать качественные продукты? Именно такую задачу перед собой поставили руководители четырех крупнейших алтайских сельхозкооперативов. Классический, домашний, но уже не штучный товар. Различные мясные деликатесы, масло, сыр, знаменитый алтайский мед. Встретить эти продукты в крупных сетевых магазинах пока невозможно. Кооперативы производят качественно, но мало. Сетевики же требуют объемы и ритмичности поставок. К решению подошли чисто по-кооперативному. Снова, найдя подсказку в истории, век назад алтайские артели на внешнеторговых сделках выступали единым фронтом. И в 21 веке на Алтае снова создают такой кооператив второго уровня, который сможет представлять продукцию всех алтайских кооперативов под общим брендом «Крестьянское подворье Алтая». И снова воздушная мука для теста, свежий фарш и сибирский мороз в качестве обязательного компонента классического рецепта. Кооператив доказал, не надо менять традиционный уклад, достаточно работать сообща, общим трудом приумножая вклад в дело каждого отдельного работника. Другим темам. В России отметили некруглую дату. В марте 1954-го, 64 года назад, в стране началось освоение целины. Проблему послевоенной нехватки продовольствия решили одним разом, распахав 43 миллиона гектаров новых земель. Причем все начиналось именно с нашего региона. Самый первый в стране эшелон с первоцелинниками из Москвы прибыл на станцию Барнаул 1 марта 1954 года. Неделю добровольцев переодевали в теплую одежду, знакомили с техникой и 5 марта началась отправка в будущее целинные хозяйства. В первую целинную весну в крае дополнительно распахали 2 миллиона гектаров пашни, что составляло четверть всего зернового поля в России. Алтай у себя принял около 50 тысяч добровольцев из 40 регионов страны. За 4 года они успели построить 155 совхозов, 49 элеваторов и хлебохранилищ. И уже на второй год целинной кампании край сдал государству 7,5 миллионов тонн зерна, за что наш регион наградили орденом Ленина. Кстати, этой весной свою целину удалось поднять и алтайским сельхозмашиностроителям. Впервые в новой истории они приступили к экспорту техники на рынок Евросоюза. Эти кадры сняты в коммуне Веббелин, в земле Мекленбург-Переднее Померание. Местные фермеры купили почвообрабатывающую технику алтайского производства. Сельхозмашиностроительный завод заключил 6 контрактов с поставкой в Болгарию и в Германию. Первые три агрегата уже пашут немецкую землю. Сейчас в России действует ряд совершенно прозрачных и реально действующих госпрограмм. Нам помогают участвовать в выставках зарубежных, нам транспортировку компенсируют до агрария за рубежом. Это очень помогает реализации. И напоследок сладкое. Без него алтай в этом году точно не останется. Об этом позаботились сотрудники единственного в крае сахарного завода. В селе Черемное сварили рекордное за всю историю предприятие количество сахара. Всего на сахарном заводе переработали свыше миллиона тонн свеклы. Это 98% выращенного в крае урожая. Варка сахара – непрерывный процесс. В этом сезоне он продолжался с 28 августа по 5 марта. Напомню, наш край – единственный за Уралом свеклосеющий регион. Хозяйства, крупнейшие производители сладкого корня расположены в Павловском, Ребрихинском и Калманском районах. В целом Россия уже второй год занимает первое место в мире как по производству сахарной свеклы, так и по экспорту сахара. Обогнав Францию, Германию и многолетнего мирового лидера Соединенные Штаты Америки. Для выхода на новые рынки российский сладкий экспорт одномоментно увеличили в 25 раз. На Черемновском сахарном заводе в сравнении с позапрошлым годом объемы производства выросли почти в три раза. На этом пока все. Желаю вашим семьям здоровья, домам богатства, а полям урожая. Встретимся с вами через две недели. Привычное время. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова